Когда в жильцах согласия нет, на лат их дело не пойдёт. В этом в очередной раз убеждаешься после общения с жильцами четырёх домов по улице Минской. Здесь на днях по проекту благоустройства начали перенос бордюров, чтобы расширить временную стоянку автомобилей. Однако убирать пришлось и качели, и деревья, а также часть зелёной зоны. На нашей стороне качели будут убирать. Я, например, против этого. Хватит нам уже. Ну, детям вообще нигде играться будет. Конечно. Ну, и так уж нет места. Этот двор общий для четырёх домов, стоящих квадратом. И, по мнению жителей этих домов, согласие надо было спросить у всех. Однако старшая по дому Зинаида Матвеева, получив разрешение, не стала посвящать в его содержание соседей. Они говорят, покажи. Я говорю, покажу. Я бы хотела даже домой их привезти. А мне муж говорит, слушай, а почему ты должна показывать? Это территория вашего дома, получается? Там вот эта вот территория, она как бы муниципальная считается, но на четыре дома я ничего, буквально, я никому не влезла совершенно. Вот гостевая стоянка, гостевая стоянка. Я что-нибудь придумала сама. Вот подписи жильцов, вот протокол. Всё есть у меня, всё есть. Сами жильцы дома уверяют, что никаких подписей никто не собирал, и лишняя стоянка под окнами в непосредственной близости к детской площадке им не нужна. Однако вторая часть жильцов, те, кто имеет автомобили, сами участвуют в благоустройстве нового парковочного кармана. Мусор завтра вывезется, и ребята начнут вкапывать сами бордюры. Всё сделают сами. Здесь навезут щебёнку, всё засыпят аккуратно. Вместо трёх машин теперь в новом кармане смогут поместиться семь. При этом они не будут мешать проезду спецтехники и карет скорой помощи к детской больнице. Зинаида Матвеева уверена, что со временем жильцы привыкнут к тому, что в их дворе появилась благоустроенная парковка, и споров по этому поводу больше не будет.